На носу у нас что? Правильно, масленица. А масленица это значит блины. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. В глубокую емкость отправляю 4 куриных яйца, столовую ложку сахара и 1-2 чайной ложки соли. Хорошенько перемешиваю, растворяя соль и сахар. Литр молока, молоко и яйца комнатной температуры. И сюда постепенно добавляю 300-350 грамм муки. Перемешиваю до того, как не останется ни одного комочка. 4 столовых ложки растительного масла. И снова тщательно перемешиваем. Отличные блины получаются, тонкие. И вот такую дырочку. Остается приготовить только начинку для них. Первым делом беру куриную печень, которую приготовил в автоклаве аж в 2020 году. Сливаю всю жидкость. А печень перегружаю в блюдо. И вот так вот тщательно разминаю вилкой. Пока разминаю, обжаривается лук и морковь до золотистого цвета. Хотя и лук и морковь здесь есть, но я всегда добавляю свежеподжаренные. Добавляю зажарку. И снова перемешиваю. Можно даже назвать это печеночным паштетом. Его побольше. Он как пластилин. Все заклеивает. Поджимаем. И вот такая красота. Обжариваю фарш с луком и морковью. Вот и еще одна начинка готова. Фарш тоже можно не жалеть. Ну, конечно, все зависит от размера блинов. Так вот, немножко поджимаем. Оп, оп. Отлично. Ну и третья начинка. 500 грамм творога. Если крупный, размять вилкой. Столовую ложку с горкой сахара. Щепотка соли. И столовая ложка с хорошей горкой сметаны. Опять же, хорошенько перемешиваем. И заворачиваем в блины. Творога много не кладу. Так вот, столовую ложку. Даже чуть меньше. И заворачиваю. Вот так вот. Противень застелил пергаментом. Эти вот все у меня с мясом и с печенью. Вот эти четыре с творогом. Я их другой стороной завернул. И отделил тоже пергаментом от несладких. Если протекут, все останется в лодочке. И сейчас смазываю все сметаной. И в разогретую духовку при 180 градусах до золотистого цвета. Хотя, в принципе, это не важно. Просто подогреть. У нас все начинки уже готовы. Тем они хороши, что если осталось что-то, можно просто доесть. Верхний и нижний нагрев. Я поставлю 20 минут, но мне кажется, это все намного быстрее приготовится. Все приготовилось. 180 градусов и 15 минут в моей мультипечи Рамид Фьюча. Ну и уже по сложившейся традиции никуда без сока. Сейчас приготовлю апельсиновый. Витек там идет с тренировки. Забежит, заодно перекусит. Блинчиками и запьет очень вкусным и полезным апельсиновым соком. Для этого чистим апельсины. И обычно я делю на 4 части. Этого достаточно. Но он быстро, видишь, как он съедает. Что у нас тут все с каким вкусом? Так, смотри. Вот эти вот верхние, какие-то с фаршем, какие-то с печенью. Вот эти вот нижние, они сладкие, с творогом. Какое хочешь. Сладкие по-любому, да? Вот бери, выбирай тогда оттуда. Давай с масленицей. Поздравляю всех с масленицей. Блинчиков побольше вам с мясом. С печенью отлично. Сок очень вкусный. Вот эти апельсины попались. Сочные, сладкие. Не часто сейчас такое. Обычно суховатые. Что, как тебе с творогом? Вкусные. Вкусно? Угу. Огонь. Отличные, вкусные блины получились. Еще раз всех с масленицей. Про сок вообще слов нет. Очень вкусный. Угу. Подписывайтесь на мои каналы на YouTube, на Яндекс.Зене. Будет много всего интересного. Всем приятного аппетита. Пока. Всем пока. А мы продолжим. Да? Да. Вкуснотища. Ммм.